17 августа в стране стартовал праймерис партии Нур-Утан. Он продлится до 3 октября. На сегодня в Алматинской области уже официально зарегистрировались 747 кандидатов. Как проходят внутрипартийные отборы, поговорим сегодня. Здравствуйте. Хочу представить нашего сегодняшнего гостя, гость нашей программы, первый заместитель председателя Алматинского областного филиала партии Нур-Утан Жан-Булат Акибаевич Жургимбаев. Добрый вечер. Добрый вечер. Хочу напомнить нашим телезрителям, мы работаем в прямом эфире и у вас есть возможность позвонить нашему гостю и задать свои вопросы, которых каждый день задаете нам. Задайте вот сегодняшнему гостю номер телефона студии 400109, код города Талдыкурган 87282. Также на ваших экранах есть номер WhatsApp-мессенджер, по которому тоже можете отправить свои вопросы. Правда, письменно голосовые сообщения не принимаем. Давайте начнем с того, вот что такое праймерис и какую цель он преследует. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Как вы сами знаете, что по поручению Ельбасы Нур-Утанавича Назарбаева и по решению политического совета партии Нур-Утан с 17 августа того года в нашей стране стартовал праймерис партии Нур-Утан. Впервые в истории партийно-политического развития страны праймерис партии пройдет в масштабе общереспубликанских внутропартийных выборов. Вот если разъяснить, что такое праймерис и для чего он нужен, и ваша цель праймерис. Цель праймерис это выявить на основе конкурентной борьбы реальных и сильных лидеров для дальнейшего формирования эффективного депутатского корпуса в маслехате и в мажористе парламента республики Казахстан. Но смотрите, для чего он нужен был? Можно было же и без этого праймериса провести выборы? Для выявления на основе конкурентной борьбы реальных и сильных лидеров для дальнейшего формирования эффективного депутатского корпуса, как я говорил, в маслехатах всех уровнях и в мажористе парламента продвижения по партийной линии, рекомендации на должности в государственные органы. К сожалению, вся мирная пандемия повлияла на все сферы нашей жизни. Это требует адаптации в нейтрополитическом процессе, потому что самый главный акцент это здоровье нации и здоровье наших граждан. Исходя из этого, запланирован механизм голосования в онлайн формате, в внутрепартийном обороте. Позвольте мне остановиться на этапах праймериси. Давайте мы об этом чуть попозже поговорим. Скажите, пожалуйста, кто может подать заявку? Ну, например, вот уже 747 кандидатов зарегистрировались. Кто они такие? Откуда, например? Какие люди могут подать? Ну, на сегодняшний день заявку подали 888 человек, из них 747, это официально уже зарегистрировались. Заявку может подать любой гражданин нашей республики. Ну, какие требования? Да, но, во-первых, он должен быть членом партии. Если он не член партии Нур-Отан, тогда он до окончания регистрации обязан вступить в члена партии Нур-Отан. Если такого не случится, тогда со списка будет он исключен, если он не вступит в партию Нур-Отан. Обязательно должен быть членом партии Нур-Отан? Обязательно. Но, я уже как говорил, не обязательно. Он может в течение того времени, по окончании регистрации, должен быть вступить в члены партии Нур-Отан. Ну, а если он не пройдет, к примеру, внутри партийный этот отбор, тогда он может уйти с партии? Эти вопросы тоже отделены? Ну, это его сугубо лишнее решение будет. Да, мы это, как бы говорится, человек же вправе вступить в партию, вправе исключить свое участие от партии. Это сугубо лишнее гражданское его право. Здесь никаких таких ограничений партии перед собой не ставит. Но, чтобы там говорили, например, если ты вступил в партию, ты можешь, например, находиться там как минимум год. Только через год мы можем вас исключить. Такого нет? Нет, такого нет. Таких требований? Конечно, нет. Скажите, вот как будет вот этот отбор проходить внутри партийный? На что нужно будет обращать внимание? Водвижение и регистрация кандидатов будет ввести по следующим требованиям. Кандидат должен обладать избирательным правом, быть дееспособным гражданином Казахстана, постоянно проживающим на его территории последние 10 лет и достигший 25 лет для Мажелиса и либо 20 лет для маслехатов всех уровней. Быть членом партии Нур-Отан, как мы уже говорили, да? Либо до окончания срока регистрации для участия в праймеризе он должен вступить в партию. Если остановиться, кто не может участвовать на праймеризе и быть кандидатом, лицо, признанное судом, недоиспособным, а также содержащийся в местах лечения свободы по приговору суда. Лицо, имеющее судимость, которое не погашено или не снято, установлено в законном порядке. Лицо, вина которого в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения, установленное в законном порядке, признано судом. К праймеризе не допускается исключенной из партии за действия дискредитирующей партию или наносящей ущерб интересам партии. Кандидаты выдвигаются от первичной партийной организации или путем самовыдвижения. Только от одной области или города, района. Кого больше, самовыдвиженцев или тех, кого выдвигает первичная организация? На сегодняшней статистике, если по нашей области, здесь большое количество самовыдвиженцев. То есть народ идет на праймериз. Они поняли это, что надо участвовать, что они не безразличны к судьбе дальнейшей нашей республики. Поэтому люди, наверное, идут на праймериз и хотят, наверное, своим участием как-то внести изменения, как-то содействовать, что ли, происходящим всему. Поэтому они идут на праймериз и хотят, видимо, как бы самореализоваться. Люди же очень много обсуждений, очень много сегодня в средствах массовой информации или же в социальных сетях обсуждаются эти вопросы. Поэтому на сегодняшний день очень много самовыдвиженцев. Есть факты, когда у нас уже регистрируются беспартийные люди, самовыдвиженцами идут. Вот мы их принимаем в партию. Но регистрация кандидатов проводится территориальными организациями, комитетами. Списки зарегистрированных кандидатов публикуются в интернет-ресурсе партии, в средствах массовой информации и аккаунтах, в социальных сетях. Основанием для отказа в регистрации является несоответствие кандидата предъявленным требованием проведения им агитации до окончания срока регистрации, нарушение условий участия в праймеризе. То есть каждому кандидату будет разъяснено его права, пошаговые действия каждого кандидата. Есть конкретный план мероприятий, есть утвержденные медиапланы, то есть сетевые графики. На основе этого наши кандидаты будут действовать в соответствии с этим. Но каждый кандидат вправе сформировать в штаб свою поддержку из числа доверенных лиц и сторонников для работы в период агитации и голосования. Итоговый список участников праймериз сформируется региональными организационными комитетами. Действующие депутаты мажориста парламента могут принять участие праймериз в качестве кандидата в дебатах на конференциях областных городов. В нашем случае это областные Алматинские и города Новсултан, Алматы и Шимкент, которые республиканского значения. Скажите, вот, например, с Алматинской области Вы говорили, уже подали заявки более 800 человек, например. Вот они подали, внутрипартийный отбор пройдет. А сколько человек должны уже выйти на выборы, в смысле кандидатов, ну, например, от Алматинской области из этих 800 с чем-то человек? На внутрипартийные выборы пройдут все, кто зарегистрировался и прошел отбор. Вот это в соответствии с требованиями условий праймериз. То есть мы никакого ограничения не ставим здесь. То есть есть самовыдвиженцы, есть те, которые выдвигаются от различных филиалов или первичных партийных организаций, выдвигаются на разные уровни. А есть у нас люди, которые вообще изъявили желание регистрироваться как бы от себя лично. Да. Вот и таких же, то же самое принимаем. Но требования такие, не требования, а вообще установленный порядок, в нашем партийном кадром резерве должно быть не менее 30% женщин и не менее 20% молодежи, достигающей возраста 25 лет, а 35 лет. Поэтому вот за этим мы смотрим, даем рекомендации. Нет, ну смотрите, 800 с чем-то человек, например, они полностью отбор проходят дальше. Народ же за всех этих же не будут голосовать. Мы цифру сейчас конкретно озвучить не можем, потому что у нас заявка принимается до 17 августа по 28 августа включительно. То есть я сейчас, допустим, не могу сказать, на какой цифре мы остановимся. Сколько наших граждан и наших однопартийцев изъявят желание участвовать в Примирисе. Понятно. Скажите, вот, например, кандидаты подали свои заявки, например, кто-то официально зарегистрировался. Как, вот, например, сейчас вы говорите, вот такие вот такие есть требования. Чтобы соответствовать этим требованиям, нужно, вот, например, вам провести какое-то уже расследование, чтобы проверить этого человека. Например, если самодвиженец, мы же не знаем, кто это. Как это все проверяется у вас? Ну, мы никаких расследований не проводим, во-первых. Или они предоставляют, например, справки. Да, да, они предоставляют в соответствии с требованиями соответствующие документы. Да. Это, в первую очередь, его личные удостоверения документов, да. Если он член партии, тогда партийный билет. А также справку с учреждения, что он не дееспособный в психоневрологии. А также органов статистической прокуратуры о том, что он не имеет судимости. Да, вот такие. Вот задают вопрос телезритель. Таких вопросов очень много было. До этого задавали. Вот я не состою, например, в партии Нур-Отан, не являюсь членом партии Нур-Отан. Но я хочу подать вот свою кандидатуру. Хочет выступить самодвиженцем. Что нужно делать? Вы сказали, нужно вступить в партию. А вот он утверждает, что у вас там говорят, что надо двух человек, которые должны быть членами партии Нур-Отан. Да, да, это обязательно. А ему не обязательно вступать в партию. Насколько это верно? Нет, это не обязательно. Это если он подал заявку на участие в премьер-ИС, да, он до окончания регистрационных сроков регистрации обязан подать заявление о вступлении в партию. В любом случае он должен вступить. Но при этом за него могут рекомендовать его два члена в партии, независимо от пола или возраста. Два человека могут свои рекомендации дать. Но все-таки на кого будет делаться основная ставка? Основная ставка делается, да, само название внутрепартийный отбор, значит. Основная ставка будет делаться на наших членов партии Нур-Отан Алматинской области. Их у нас вот 90, более 92 тысяч на сегодняшний день. Вот основная ставка будет делаться. И мы будем приветствовать тех, кто пришли к нам, самовыдвиженцы там, или беспартийные, да, и других людей, которые захотели сегодня подать свои заявления, вступить, участвовать в премьерейс и вступить в партию Нур-Отан. Это только приветствует. Таким образом увеличить число членов партии Нур-Отан тоже есть такая? Мы всегда смотрим на качественный состав, то есть мы не гонимся за количеством. Если даже, ага, вы, я должен до вас довести, вот что за последние 6 месяцев мы проводили чистку, да, из 115 тысяч на сегодняшний день у нас 92 тысячи осталось. То есть мы особое внимание обращаем на качественный состав. Не гонимся за количеством, за цифрами, да, если есть, да. Достойные люди должны быть членами партии. Скажите, пожалуйста, день голосования назначила партия на 3 октября. Но проголосовать можно будет в течение 3 дней, то есть начиная с 1 октября. С 1 октября, с 24.00 начинается процесс голосования. И она продлится 23 до 3 октября, до 14.00. Это будет проходить онлайн? Это будет проходить и онлайн, и в традиционной системе, да. Почему? На сегодняшний день я уже, как говорил, что вот этот процесс пандемии повлияло, да, принято решение Политбюро и руководством партии, да, провести, чтобы обезопасить людей, чтобы, я говорил, что здоровье людей это самое главное, важное для нас. Но это получается в Талдыкургане сколько мест будет, где будут идти голосования? Ну, я сейчас дальше в этом остановлюсь, и эти цифры я полностью хочу, как бы, нашим телезрителям озвучить, сколько у нас избирательных участков, сколько у нас организационных комитетов, да, где именно будет проходить онлайн голосование, а где именно будет проходить традиционно бумажные, вот эти наши бюллетними люди будут голосовать. Это те места, где на сегодняшний день отсутствуют интернет-ресурсы. Ну, то, что я выше говорил, после данных процедур проводятся агитационные работы, публичные дебаты, далее проведение голосования, определение итогов. Подготовка предложений по утверждению партийных списков и в конце формирования утверждения партийных списков. Дебаты будут проведены через информационную систему «Праймерис» в официальных аккаунтах партии. Кандидаты могут зарегистрироваться через сайт «Праймерис Кайзет», либо по месту прописки обратиться в территориальный филиал партии и сдать документы в соответствии с требованиями. То, что мы уже выше говорили, да? Так, выдвижение регистрации кандидатов началось 17 августа этого года. Я уже говорил, что 28-го включительно. После этого мы с 7 сентября до 3 октября проводим агитационные работы кандидатов. А также с 14 до 30 сентября проведение дебатов. Конечный итог. 1-3 октября партийцы смогут проголосовать за кандидатов через мобильные приложения или веб-порталы. В третий день голосования откроются избирательные участки. Третий день. Голосование в первичных партийных организациях, в селах, где нет интернета. Но рутанцы могут прийти в избирательные участки и проголосовать. А теперь, если вы позволите, хочу вас ознакомить о проделанной работе по премьерзу в нашей области на сегодняшний день. Вкратце. Да, вкратце. Вы уже в начале тоже кратце останавливались на эту тему. Я вот тоже хочу здесь, как бы, наших телезрителей проинформировать вкратце. На сегодня в области партий филиала по 316 первичных партийных организаций. 316. Да, 2748 партийных групп. 92 тысячи, я уже говорил, 54 члена партии, 6 350 членов молодежного крыла Жасотан. По количеству депутатов всех уровней в области 321. Из них 41 областных и 281 районных и городых. У нас Текеле, Капшагай и Талтхурган. Три города. По премьерзу созданы оргкомитеты. Из них областной 21 человек, территориальных 253. В областном и 315 территориальных избирательных участках 1456 человек. Новые, вот задают вопрос телезрители, говорят, новые лица будут после вот этого отбора или все эти же останутся депутаты? Кардинальные изменения будут. Почему я говорю кардинальные изменения? Потому что в этом составе, вот в следующем составе будет 30% это наши женщины. И 20% молодежи до 35 лет. И тот анализ на сегодняшний, который мы смотрим, уже показывает, что вот эта страта, вот этот качественный состав наших заявителей, будем говорить. Вот уже мы набираем вот где-то 32% женщин, да, или 24% молодежи из того, что подали заявление об участии в премьер-мириссе. Ну, помимо того же, у нас же согласно 30% квоты представителей территориальных филиалов, список составлен 98 человек, это 30% квоты. Также ведется об учении резервистов, те, которые до этого сформированы партийные кадры в резерв. Ну, они, наверное, пойдут автоматически подадут свои заявки. Нет, все резервисты пройдут, как все, через премьер-мирис. Это вот обучение этих резервистов в школе политического менеджмента партии. Более 300, уже вы поднимали этот вопрос, более 300 представителей партийного кадрового резерва. А теперь позвольте, уважаемые телевизорители, вас проинформировать по регистрации премьер-мирис. Мы уже об этом говорили, к сожалению, у нас очень мало времени. Факт, что сегодня зарегистрировано, то, что подали заявление 888 человек, из них 747 человек, официально на сегодняшний, на 18 часов этого дня зарегистрированных. 3 октября, вот, ожидаются выборы, голосования. То есть, перед этим, вот, мы проводим прямой эфир. Скажите, пожалуйста, какие ваши пожелания телезрителям, тем, которые будут отдавать свои голоса, вот, именно членам партии Нуратан? Ну, пожелания такие, что я еще прием заявлений и регистрация не окончены. Я приглашаю джитсуйцев, наших однопартийцев, нуратановцев участвовать в премьер-мирис. Здесь было и обращение председателя партии Акима области, Аманда Габаш Саботалова, по этому вопросу, в средствах массовой информации и в социальных сетях, что он приглашает, участвует всех в премьер-мирис. Я тоже самое приглашаю всех, участвую в премьер-мирис. И, как говорится, вместе изменим все, что происходит к лучшему, постараемся улучшить. От вашего голоса, дорогие телезрители, зависит многое, поэтому 3 октября не забудьте отдать свои голоса, вот, именно на внутрипартийном отборе. Это была программа сегодня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин